Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики, я рад вас приветствовать в моей новой рубрике под названием Old School, где мы будем проходить игры с Playstation 1, с Gamecube и может быть других приставок, посмотрим, посмотрим. Ну что же, а первая игра, которая будет в этой рубрике, как вы уже догадались, это Silent Hill, самая первая часть этой великой, огромной, гигантской серии. Ну что же, начнем знакомиться. Буду играть на норме. Что же, мы очнулись в разбитой машине, как мы поняли из самого первого начального ролика, и наша дочь пропала. Что же, отправимся ее искать. Очутились мы в некоем городе, где идет снег, даже летом. И наш герой уже догадывается, что это, что здесь, здесь что-то не то, смахивает на город-призрак. Ну что же, кстати, как вы заметили, я сохранил пропорции экрана, не стал его растягивать, потому что любое растягивание это коверканье. Поэтому я играю в грани 4 на 3. Слышим некоторые шаги, и идем посмотреть. Шерилл? Это Шерилл? Благодарим команду переводчиков Console Games, которые в 2007 году, спустя много-много лет, после выхода этой игры, взялись и написали отличные, отличные субтитры для этой игры. Спасибо большое этим ребятам. Потому что предыдущие переводы, единственный, кстати, существующий перевод озвучки от Кудоса, он, конечно, безусловно, очень-очень-очень вас посмешил бы. Потому что это... Но, с другой стороны, это заря пиратства, заря первых... Между прочим, тогда, да, пираты тогда были по-другому совсем. Они озвучивали, конечно, коряво. Конечно, это все было очень забавно, когда один мужик озвучивал и женщин, и мужчин. Но все-таки они это делали. Они могли этого не делать, могли просто оставить субтитры, но они все-таки озвучивали. Сейчас, конечно, такого не происходит. Становится темно, и мы слышим включившиеся сирены. Совсем тихо. Совсем тихо и вдали. Мы сжигаем сжигалку, которая почему-то как спичка звучит. И инвалидная коляска. Что она здесь делает? Труп под простыней. Все нарастающая музыка. Silent Hill. И мы видим, что кто-то на нас нахочет напасть. Пытаемся убежать. Идем к выходу. Идем к выходу. Уклоняемся. Какие-то белые карлики с ножами. Какие-то дети. Но выхода нет. Здесь нет выхода. Они нас атакуют. Мы пытаемся отбиться, но... Они все-таки нас... Валят. veя, Seемся, вами была моя. Валят. Валят. Продолжение следует... 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 Я вернусь с помощью, как быстро я могу. Зайдем в инвентарь, я экипируюсь нашим пистолетом и продолжим осматривать еще одно зелье лечебное и фонарик. Да, без фонарика в этом городе делать действительно нечего. Конечно же карта, карта Сайлент Хилла. Берем ее, без карты нам никуда. Вы видели, да? Вы видели за окном это? Вы это видели? Ну ладно, это сохранение, я пока сохраняться не буду, попробуем выйти. Хм, радио. Что происходит с этим радио? О-оу. Кажется, мы поняли, что происходит с этим радио. Он стоит отбежать. Развернуться. Прицелиться. Надо убить эту тварь. Убить эту тварь. Это не мечта. Что происходит с этим городом? Мы убили некого птеродактиля собаку или что-то похожее на это. Кошмарное. Что-то есть в этом радио. Давайте его возьмем. А точнее я вам скажу, что это радио начинает шуршать тогда и издавать помехи, когда рядом находятся монстры. Ну а сейчас самое время записаться. Гарри говорит, что возможно кому-то доведется побывать здесь, кроме него, и стоит записать его историю. Я создаю запись и мы отправляемся искать нашу маленькую девочку. Нужно посетить еще раз тот переулок, где мы ее последний раз видели. Гарри думает, что там можно найти какие-то улики или какие-то подсказки по поводу того, где она может быть в данный момент. Надеюсь, что по пути мы не нарвемся еще на кого-нибудь. Остается на это только надеяться. Ну что же, я запомнил примерно, куда нам бежать. Нужно бежать сначала на север, потом налево. Здесь тоже можно, в принципе, поосмотреться. И, как мы слышим, наше радио издает шум. Радио издает шум, а это значит, что кто-то поблизости. Будем аккуратны. Не будем спешить. Но, кажется, шум затихает. А, нет. Нет. Мы все ближе. К этому нечто. Да, и это... Это опять. Да. Это опять это гадость. Как бы нам ее еще и растоптать бы. Заглянем в меню. Сколько у нас осталось патронов. А у нас осталось ноль патронов. Вот так вот. Ну что же, придется экипироваться обычным ножом. Включается, выключается. Можно носить на грудном кармане. Фонарик, видимо, сам экипируется. Сейчас у нас кроме ножа ничего нету. Это очень печально, потому что у нас есть собака здесь. И я просто попытаюсь сейчас убежать от нее. Да. Так же, как и в Резиденте в первом, ну и в остальных частях на PlayStation. Здесь можно перейти в следующую локацию, дабы избежать угрозы. Может и не стоило мне, конечно, первого этого птеродактиля убивать. Но, я-то, конечно, думал, что он один. А теперь у нас всего лишь кухонный нож в запасе. Первая часть из Silent Hill, кстати, отлично. Мы нашли патроны. Две пачки. Я думаю, на сложном тут лежала бы одна. Зарядимся сразу и опять возьмем наш пистолет, потому что... Без него нам крышка. Что ж, у нас 30 патронов. Этого достаточно. И видим какую-то записку. В школу. Не знаю, что это Шерилл-скетч-бук. Хм... Она в школе. Гарри узнал в этом листке кусочек из альбома Шерилл, на котором она рисовала. И... Он думает, что она может быть в школе. Раз мы нашли такую надпись. Что же, школа не самая приятная из локаций. Обложка альбома. Этот рисунок, это я. Это первый рисунок в альбоме. Я подарил его на день рождения, когда ей исполнилось 5 лет. Трубу мы сможем взять? Да, мы можем взять трубу. Интересно, труба мощнее ножа? Не знаю даже. Что же, отправляемся в школу. Надо бы нам добежать как-нибудь без эксцессов. Потому что собака нас встретит, это точно. И встретит она нас, увы, не приветствием. Я еще раз осмотрю карту, куда нам нужно идти. И я так чувствую, что... Что, конечно же, да, я сейчас хочу пойти по самому быстрому пути. Но это же Сайлент Хилл. Конечно, здесь не получится так пойти. Там либо будут какие-то завалы, либо что-то еще. Ах ты... Турацкая собака. Беги, 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 беги. Ой, две собаки. Птеродактиль. Слушайте, и это норма? И это норма? Это на норму вообще не похоже. Хорошо, что мы можем от них убежать. Потому что... Всякий раз убивать их, это... Ох ты, е-мое. Никаких патронов не напасешься. Попробую пойти по этой улице. Она ближняя к... Дороге в школе. Опять мы слышим... Звон радио, но это было на другой стороне. Сверимся с картой. Ну, продолжаем пока что бежать прямо. Пока нам ничто не мешает. Впереди опять собака. И еще одна собака. И да, вот он, первый провал. Я все думал, когда он будет. И мы видим второй провал. Какие-то записки. Конура, улица Левина. Что же может находиться в конуре на улице Левина? Давайте откроем карту. Мы видим, что здесь заблокированы... Да, улица Левина. Это как раз та улица, по которой мы пробежали. К сожалению, не можем пройти. И нам идти придется в обход через улицу Мидвич. Но... Мне интересно узнать, что находится в конуре на улице Левина. Еще раз посмотрю карту. Немного назад. Примерно туда. Где-то здесь должна быть конура собачья. Вот она. И здесь две собаки. Что ж, я сначала убегу от одной. Потом мы аккуратненько перебьем их. И добиваем. Хорошо. Там еще одна была собака. Главное ее увидеть. Где-то примерно там. Вот она. Есть. Та бить. Прекрасно. Ну что ж, мы нашли эту конуру. Собаки, оказывается, у нас умирают с двух патронов. Не так, как птеродактиле. Осмотрим ее. Ключ от дома спрятан в собачьей конуре. Взять его? Да. Мы нашли ключ от дома. Возможно, прямо от этого. Давайте зайдем. Использовал ключ от дома. Что ж, мы здесь видим аптечку. Большая аптечка. Это нам не зелье. Я надеюсь, что здесь не будет никого. Закрыто. Мы видим запись. Две пачки патронов. Отлично. Что это? Ничего особенного. И... Подожди. Патрон уже. И еще немного патронов. Отлично. Я хочу зарядиться. И еще 40 патронов. Да, у нас немного проблемы со здоровьем, мягко говоря. Поэтому я выпью лечебную настойку. Отлично. Еще одна похожая настойка. Да. Больше ничего полезного в доме нет. Можно зато... А, здесь есть карта. На этой карте на стене что-то написано. Ключи к затмению. Они находятся на улице Элройа. Скопировал надпись на свою карту. Посмотрим, куда это может нас привести. Ключи к затмению. Находимся мы здесь. Ключи находятся где-то здесь. Вот как. И знаете, что мне кажется? Мне как раз кажется, что... Этот дом позволит нам выйти вот на эту улицу. И попасть на улицу Медвичи. Видите, тут три замка. Заперто наглухо. Ну что же. Соответственно, нам нужно после этого отправиться на улицу... Какую? На улицу Элройа. Ну что же. Нас ждет долгая дорога. Поэтому, дорогие друзья. На этом я заканчиваю первую часть моего прохождения по игре Silent Hill в рубрике Old School. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Рассказывайте друзьям. Всем спасибо. С вами был Гедеон. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok